Мы живем в мире с плохой экологией. Радиация и излучение – глобальная проблема человечества. Их источники зачастую прямо в наших руках. Компьютеры и гаджеты сильно ударяют по зрению. Больше всего от них страдают дети. У них появилась очень большая зрительная нагрузка, связанная не только с компьютером, но и с гаджетами, планшетом, телефоном. Это неотъемлемая часть жизни современных детей, начиная с очень маленького возраста. Хотя, конечно, мы говорим о том, что надо профилактически проверять глазки, и кому-то мы уже четко говорим рекомендации, что нельзя пользоваться. Первый раз глазки ребенка проверяют в первые дни жизни, затем через месяц. В последующем офтальмологи рекомендуют приводить ребенка на осмотр раз в полгода или в год. Ребенок может не пожаловаться. И зачастую родители приходят уже очень поздно, когда уже проблема запущена. А мы говорим о том, что медицина должна быть профилактической, и мы должны вовремя заметить напряжение аккомодации, когда еще нет снижения остроты зрения, и ребенок не пожалуется. Нужно приходить на проверку, и есть возможность профилактически полечить глазки, восстановить вот эту работоспособность и улучшить состояние. Соответственно, это будет профилактика миопии. Для того, чтобы предупредить ухудшение зрения и развитие заболеваний, связанных с использованием гаджетов, необходимо привить ребенку полезные зрительные привычки. Мы обучаем пациента режиму дня, правилу, это сегодня называется гигиенозрение. Так же, как есть гигиена полость рта, да, вот есть гигиенозрение. Очень важный фактор профилактики миопии – это прогулки на улице. В среднем шестилетний ребенок должен находиться на улице в светлое время суток полтора часа в день. Старше – чуть больше, младше – можно чуть меньше. Для чтения, взаимодействия с компьютером и телевизором также есть возрастные ограничения. Вот, например, общение с компьютером ВОЗ рекомендует начинать с пяти лет. За день можно позволить ребенку трижды посидеть за компьютером, но не более десяти минут. Современный ребенок, он сидит действительно много времени. Даже если не брать во внимание компьютер, у него просто большая зрительная нагрузка вблизи. Чтение, рисование. Дальше будет больше, и офтальмолог – это важный доктор, который должен приходить ребенок, начиная с месяца жизни. За здоровьем детей необходимо следить с самого рождения. Регулярное посещение офтальмолога, профилактика заболеваний и хорошие зрительные привычки помогут ребенку сохранить остроту зрения в условиях общения с электронными устройствами.